Это уже третий фольклорный сборник народного поэта Карачаева-Черкесии Хаджи Смеля Аджибекова. В этой книге около 80 текстов, записанных автором в конце прошлого столетия. Он путешествовал по Абазинским аулам, где записывал на старенький магнитофон рассказы старейшин, многие из которых поистине уникальны и ранее нигде не публиковались. И вот сейчас голос старины, записанный на пленку, ожил на страницах этой книги. В течение 30 лет и даже еще раньше, начинал я с 85-го года, этих текстов накопилось довольно большое количество. И после соответствующего анализа я пришел к выводу, что можно издать очередной фольклорный текст. Ну, так и сделали мы. Собранные в книге тексты представляют собой неизвестный широкой публике пласт абазинского фольклора. Сборник состоит из двух частей. В первой приведены проповеди и молитвы, а во второй – различные устные притчи. Предания старинные, записанные в этой книге, дают возможность узнать, как жил народ Абаза несколько веков назад. Это тот язык, на котором говорили раньше. Не тот язык, который сейчас засорен иноязычными словами. Это чистый абазинский язык, на котором говорили раньше. Я думаю, что любой, кто прочитает эту книгу и послушает диск, сможет оценить все это и, может быть, даже поняв красоту абазинского языка, захочет глубже его изучить и глубже его знать. Первый тираж книги составил 300 экземпляров. Теперь он будет распространен по всем абазинским аулам. Автор надеется, что сборник будет полезен и интересен не только взрослому читателю, но и школьникам. Учителя могут это использовать, передав эти все наследия детям. Научное сообщество, которое занимается фольклором и языком, тоже может этим воспользоваться. Ну и простые люди, которые хотели бы, кому было интересно. Не меньшую ценность, чем книга, представляет прилагаемый к сборнику диск, на котором записаны голоса известных абазинских сказителей, которых, к сожалению, уже нет живых. Самый, наверное, уникальный материал среди этих записей – голос последнего носителя убыхского языка Тефика Эссенча.